Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Два с половиной года назад я была сокращена, расстались с директором и хорошо. В то время общалась с бывшими коллегами, они говорили, что хотели бы, чтобы я вернулся. И вот мою должность восстановили. Но директор решил взять свежего сотрудника, свежего в кавычках, и то я это узнал обоих секретах. Меня брать не собираются, даже не удосудиваться сообщить мне о вакансии. Очень обидно, коллеги в шоке, не понимают его логику, я работал нормально, знаю всю специфскую программу, и логично было бы взять меня обратно. Есть ли смысл пойти, поговорить с ним, или не стоит унижаться, и как, и что говорить. Сотрудника еще не взяли, директорам было дано задание искать этого сотрудника. Смотрите, ну, во-первых, вам обидно. И обиду вашу можно понять. Вообще, обида, это очень такое, знаете, я бы сказал, ну, человеческое чувство. То, что вы его испытываете, это нормально. Абсолютно. Но. Важно то, как вы обращаетесь с обидой. Вот мне показалось, что вы обращаетесь с обидой несколько деструктивно. То есть обиды вас толкают на какие-то действия, которые призваны компенсировать это чувство обиды. Тогда как директор вам, в принципе, ну, ничего не должен, и в общем и целом он не, насколько я понимаю, да, он, он не обещал вас взять, когда должность появится. То, что вы расстались с ним хорошо, как вы говорите, то, что вы расстались с ним хорошо, это оценка того, как вы с ним расстались. Вот, то есть, это натуральная оценка. Вот, услышьте меня, пожалуйста, что я сейчас говорю. Это вы считаете, это вы считаете, что вы расстались с ним хорошо. А у, как бы, директора, да, у него может быть, ну, скажем так, своё мнение на этот счёт и своя позиция по поводу того, что хорошо, а что нет. Понимаете, да? То есть, у него может быть, ну, вот, своя точка, своя точка, точка, точка зрения, точка зрения, точка зрения, точка зрения, точка зрения на этот счёт. То есть, как бы вот вам это не нравилось, да, и так далее. Поэтому, я бы сказал, что, да, ситуация неприятная. Ну, вот, вне всякого сомнения, вне всякого сомнения, ситуация неприятная. Но вы здесь рискуете очень сильно просто расходиться в оценке. Вот, кроме того, вы, ну, приводите такие аргументы, типа того, что ваши, ну, коллеги, да, хотели, чтобы вы вернулись и так далее. Вот. То есть, ну, ну, как бы мало ли, мало ли что хотели ваши коллеги. Вот. Это, на мой взгляд, ну, вообще не имеет, не имеет никакого значения здесь, потому что всё равно решает директор. Вот. Если он решил так, то значит вот так. И всё. Вот. Другой вопрос, что это вполне может быть сделано в целях, ну, знаете, в целях экономии. То есть, нового сотрудника взять, чтобы просто, ну, чтобы просто сэкономить. Вот. То есть, чтобы, ну, банально не платить ему, не платить, платить ему меньше. Потому что сокращения происходят не просто так. Вот. 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 И вопрос, касающийся того, значит, что вам обидно. Вот, опять же, я хотел бы повторить этот момент. Вот. Вопрос, касающийся того, что вам обидно. Вот. Что делать, как бы, с обидой, да? Обидой нужно прожить. Вот. Увидеть, как, значит, ну, конкретно вас это всё задело. Какие, значит, ну, вот, какие струны вашей личности оказались задеты в этой, ну, в этой, в этой ситуации, так скажем. И, в первую очередь, взять на себя ответственность за то, что вам обидно. То есть, за ваши, за ваши чувства вы берёте собственную ответственность. Вот. А, это очень, ну, это очень важный момент просто здесь. А, если мы говорим, вот, конкретно о этой ситуации. А, что есть, что есть, что есть? Взять ответственность означает, в первую очередь, ну, скажем так, признать. А, признать факт того, что это ваши чувства. И что оказалась дотронута какая-то ваша, ну, проблематика. Что можно обвинять директора. Вот. Можно от него что-то требовать. Но он вам всё равно ничего не должен. Он вам ничего не должен, и он вам с большей долей вероятности скажет примерно то же самое. Что, как бы, ну, я поступил так, как поступил, да. Ну, вот. А, значит, ну, не хотел, не хотел тебя расстраивать. Вот. И всё, наверное, как бы. Вот. И, в общем-то, он будет прав. В этом смысле. Потому что, как мне кажется, вы, в данном случае, вы смешиваете, ну, вы смешиваете, вы смешиваете, как бы, бизнес. А вы смешиваете бизнес с личными чувствами. То есть, вопрос униженных. Вопрос обиды. Вопрос, значит, ну чего-то и чего-то еще. Но это не вопрос целесообразности, который руководствуется директором. Это очень важно, как мне кажется, это очень важно увидеть. Если вы этого не сделаете, то вы рискуете в этой ситуации в принципе засрать. Если вы этого не сделаете, то вы рискуете в этой ситуации не выйти. Если вы не сделаете, то вы рискуете в общем-то не двигаться дальше. вот. Я не думаю, что это хорошо для вас, если вы не будете двигаться дальше. Я не думаю, что это, ну, позитивное что-то для вас. Вот. Поэтому, именно поэтому, так важно ваши чувства, которые у вас есть, значит, ну, чувства обиды, которые у вас имеются, прожить. Вот. Поэтому, так важно, прожить эти чувства, чтобы они вас не, ну, не разрушали, как бы. Вот. Сейчас они вас разрушают. Это, ну, на мой взгляд, да, это совершенно очевидно, что разрушают вас эти чувства. По поводу того, по поводу того, значит, что говорить, как говорить и так далее, да, я думаю, что после разбора, после того, как вы сможете в себе разобраться, я думаю, что, ну, будет, будет более понятно, куда и как и, значит, в каком направлении вам идти. Вот. Ну, на мой взгляд. Вот. То есть, я думаю, какая-то такая история здесь. Вот. И сейчас, мне кажется, вам не нужно делать просто резких вот каких-то, ну, движений. Вот. Спокойненько разобраться сначала в себе. Вот. Потом еще разговаривать с директором. Вот. Чтобы не дискредитировать себя. Вот. Потому что дискредитировать себя очень легко. Ну, в этой, в этой, в этой ситуации себя очень легко дискредитировать вообще. Вот. И мне бы не хотелось, чтобы, 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 ну, чтобы вы себя, ну, дискредитировали. С директором, на мой взгляд, если говорить, то говорить исключительно на его языке, то есть не с точки зрения ваших чувств, а с точки зрения выгоды ему. И, конечно же, ошибкой будет, если вы будете говорить, что-то типа того, что, ну, что ты мне должен сам. И так далее. Вот. То есть это вот будет ошибкой. Серьезная ошибка будет. Поэтому я бы вам не рекомендовал действовать вот в таком ключе. Мне кажется, что у вас больше шансов, да, если вы продемонстрируете то, что директор мог бы выиграть от вашего сотрудничества, что он мог бы получить еще раз. Вот. Позволите ему соотносить это с тем, например, ну, как вот, ну, как на самом деле обстоят дела, да? Вот. И это, в принципе, то, что вы можете сделать сейчас. А больше, на мой взгляд, вы сделать не можете ничего. И, соответственно, соответственно, ожидать того, что он вас слышит, да, не стоит. Вы можете, вы можете, вы можете, но не стоит этого делать. Вот. Такой ответ, я думаю, можно вам дать. Почему вы решили, что мы можем, почему вы решили, что мы можем знать, что мы можем знать, что и как директору говорить, да? Вот это для меня загадка. Вот. Вот. То есть, почему вы решили, что мы знаем, что говорить человеку, а, ну, по сути, незнакомому, а незнакомому нам. Вот. Вот. Это вопрос. Ну, опять же, опять же, я здесь вижу желание, ну, ваше желание, переложить ответственность за свою жизнь за свою жизнь на нас. Вот. Потому что совершенно очевидно, что вы этого человека знаете. совершенно очевидно, что... Ну, что вы знаете этого человека лучше, чем мы. И совершенно очевидно, что вы знаете, что ему сказать. Мы можем помочь вам услышать. Мы можем помочь вам услышать себя, да? То есть, мы можем помочь вам понять, что вы хотите ему сказать. чтобы, ну, как-то, значит, себя, допустим, не придать, да? Вот. И так далее. Да. Это мы можем сделать. Это мы сделать можем. И вот помочь вам себя услышать. Это как раз таки... То, что, ну, действительно... Ну, действительно реально. Но ни в коем случае не говорить вам о том, как поступать. Вот. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это было бы, на мой взгляд, ну, некорректно. Вот. Понимаете, да? То есть, ну... это бы, это бы, вот, означало, это бы означало, что мы как-то вот берём ответственность за... вашу жизнь. Вот. На себя. Вот. И мне кажется, что вы заслуживаете большего. И мне кажется, что это оскорбление для вас. Вот. То есть, вот, это вот, в данном случае, то, что я думаю, и то, как я это вижу. Ну, вот. Я вам, ну, я ни в коем случае не хочу навязывать вам, как бы, мнение, да? Своё. Вот. Вот. Но, на мой взгляд, будет лучше, если всё-таки вы будете прислушиваться к себе и... Ну, вот. Как-то постарайтесь столкнуться с собой в этой ситуации. Вот. Ну, которую вот вы описали. Ситуация неприятная во всех отношениях. Вот. А, конечно же. Неприятная ситуация. Но, тем не менее, реально. Вот. И, в заключение, последний к вам вопрос, касающийся того, что вам вообще-то, говоря, интересно. Вот. То есть, ну, вот, с чем вы хотите вниматься. Вот. То есть, что вам нравится. Например. Да? Что вас, ну, привлекает. То есть, то есть, то есть, у вас самой цели по жизни какие. Вот. Почему это важно? Потому что по тексту вашему, мне вот как раз показалось, да, что вы потеряны. То есть, мне показалось по вашему тексту, что вы как будто бы вот чувствуете себя, ну, потеряны. Вот. Если это так, то, опять же, задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам из этого чувства, ну, вот, потеряны. А, интересно, да. Выйти. Вот. Помочь вам обрести себя. Что, ну, вот. Что называется. Вот то, что может сделать психолог. Так. А советов, как вести себя с тем или иным человеком, мы дать не можем. Это было бы неправильно. И, как я уже сказал, неуважительно, по отношению к вам. Мне жаль, мне жаль, что вы, ну, попали в такую ситуацию, мне очень жаль, мне очень жаль. Что, что вы, что вы в ней оказались. Вот. А, ну, к сожалению, сейчас очень многие люди подобные ситуации оказываются и в общем, ну, в общем и целом, делать с этим ничего особо не могут. Вот. Ну, к сожалению, вот. Такие обстоятельства, сначала. Ну, это всё. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Хочется пожелать вам самого доброго всего. Хочется пожелать вам удачи. И хочется надеяться, что вы найдёте, ну, возможность над собой или все собой поработать и разрешить все проблемы, которые вас беспокоят. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо. 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 Спасибо.